Почему этот сюжет для детей? Объясняю. Мой сын мне начал тут наезжать на меня, типа, давайте-ка мне айфон навороченный. Я задал ему вопрос, говорю, сын, а для чего тебе айфон навороченный нужен? Ой, там все настолько красиво, о! Ну, давайте все-таки раз мы разговор о детях наших, у которых мозги простреляны, маленький нюанс, точнее, очень умный аромат, который я прошел. Скорее всего, вряд ли это дело смогли бы сказать вам дети в возрасте от 30 лет. Мне в этом году, да это Бог, Господь Бог дал такую возможность, ровно через два дня я вам скажу спасибо за второй мой день рождения. Он дал мне дивную возможность жить и показывать свои вещи, которые я прошел, если честно. Да. Вот эта штука под названием интернет, да? Я хочу найти такой калькулятор, вот, наверное, наверное, вот в Авито мы это сделаем, да? Ну, чтобы было прикольно. Электроника-64. МК, МК. О, вот он есть, вот он, МК-61, да. Проверим сейчас. Да, вот такая штука была, да-да, МК-61. Сейчас немножко. Может быть, 64 же, не помню. Электроника. Короче, короче, видели, да? Вот. И с этого момента началось мое общение с компьютерами. А дело-то было в 1989 году. Мы вбивали туда программка, она была в технике молодежи, луналет. И потихонечку ее садили. Ну, примерно там 100 страничек было, надо было все это вводить, естественно. То есть мы не видели ничего, просто садили. С некоторыми достатками, я имею в виду, он уже нам показывал сопротивление нашего тела для того, чтобы оно удерживало перегрузки. О, Г-шка, да? То есть Г-12 это все приехали. Г-9, ну, не каждый может прожить. Г-3 нормально, лучше Г-1. Тогда все нормально. Тогда, в принципе, перегрузка абсолютно спокойненькая. А вот уже потом, а вот уже потом я пришел к своему хорошему другу, Виталию Коркину, и говорю, а давай мы с тобой в компьютер рубанемся. Он говорит, так он что-то присмотрелся на меня и пришел и мне показал первый раз, первый раз я видел у него ZX Spectrum. Это был 90-й год, начало. Правда, ZX Spectrum он был 1982 года, 16 килобайт памяти там было, не больше. И вот тогда я это очень сильно захотел, а потом купил. Потому что в свое это время я занимался другими вещами. То есть я у папы на северах работал с торлером-плотником. И столько я там штакетника, это был кошмар. Ну еще столбы туда, еще сортиры 3 на 3 на 3. Там хорошие сортиры были, не то что у нас. То есть там на долгие годы. И дом там я тоже построил. В общем, это было красиво и ровно, я его купил. А уже потом начались XT-шки, айтишки, 286-е, 386-е, 486-е, пентели. И вы думаете, что я мимо них пролетел? Нет, господа мои. Это как раз было то, что должно быть. И по сути событий пентели, P90 тогда был первый, они закончились, как структура, которая менялась очень быстро. Относительно быстро, естественно. А после этого пентель, ну пентель 2 пошли, увеличение некоторое количество ядер и все, по сути событий. И в тот же самый момент, а была немножко другая дивность ситуации. Чуть-чуть дело-то было раньше, это был год 1988, 68-й, насколько я помню, может быть, к нам приехали информатика в жизни США. Не слышали, зря, кстати. Мы стояли огромные очереди. Почему стояли? Потому что все думали, что нам разыграют для нас Chrysler Voyager, там такая машина была. Но не получилось. И вот тогда я посмотрел, и когда я задал вопрос, а почему в Соединенных Штатах Америки телевизор и Sony, я же знал, о чем идет речь, Sony это японская же марка была, они-то немножко, типа, ну у нас же там все поменялось, я говорю, окей, хорошо. И они нам показывали Macintosh. Я вам расскажу, что такое Macintosh. Не помню, как было название, Стив Джобс, по-моему, это он был, который ураг потом колбасанул. Он был, кстати, парняк это, в принципе нормальный. И в свое-то время они сделали Macintosh в противовес iBemo. В принципе, 16 кегалобайт, да там даже не так уж и много было оперативной памяти, чтобы это было сделать хорошо и красиво. И в принципе, некоторое количество людей, не то, что сейчас. Сегодня, сейчас, если мы будем смотреть на наши дивные телефоны, столько труда туда вложено, то есть люди занимаются. И давайте все-таки определимся, что я большой поклонник человеческого разума, человек работает. И поэтому, когда даже это может случиться, приезжу в машину и чувак мне говорит, что там что-то они сделали неправильно, я говорю, ты кто такой? Ты кто такой? Да ты чмо вонючее. Это в принципе слово нормальное. То есть, его не надо ничего делать. Потому что, даже мы, когда говорим о производстве техники, это сколько людей туда было вложено. Не один человек, поверьте мне. Естественно, не один человек. И вот тогда, тогда, из той же оперы, у нас был очень хороший материал под названием World Science. Ох, уж это наука. да-да-да-да-да-да. Помните, да? Келли Брук. Шикарная девушка. Ну, тогда она была шикарная, потом, ну, даже Америка, вы что там думаете, там все бесконечно красивые, что ли? Далеко не все так бесконечно красивые, естественно. Бесконечно красивая Шерон Стоун, даже в этом возрасте, она вызывает бурю качественных эмоций. Но не все так туда вылазит, не у всех так реально хорошо. Ну, никогда не бывает такое, что же вы хотите. Америка хорошая страна, которая позволяет вам жить для вашего личного удовольствия. Естественно. И тогда, тогда, если вы помните, а если это не сложно, то, пожалуйста, нарутрекеры вы можете все это дело посмотреть, да? Не сложно. Качните. И поймите, что в свое время мы говорили о чем? О нашей дивной памяти. Раньше эта память переводилась на кассеты. Супер ВХС и Битакам Испи. Я бы вам сегодня сейчас просто, не сложно это сделать, вот, ну и покажу, что вот этой кассете 30 лет. Вот этой кассете и там все в нормальном состоянии. Почему это случилось? Потому что история немножко у нас чуть-чуть по-другому получает, нам демонстрирует факты. К слову, о том, что мы сейчас говорим о нашей жизни. то бишь, в 95-м году, когда мы с моим еще одним другом Родионом Сагдеевым сделали свои дипломные проекты, это были всего два дипломных проекта, других вариантов не было в природе своей, которые были полностью напечатаны. и там 10 или 15, 12 вроде, 12, да, надо было начертить. Одно начертили нам, ну или он начертил, не без разницы, а все остальное, а все остальное мы сделали в цифровом виде. и тогда в принципе у меня была женщина, очень хорошая мамина подруга дала мне возможность, я все это делал, напечатал, но напечатал я тогда на 386 компьютерах, у которых был доступ. Клево было, да? Вы не думайте, что мы были баранами. Поверьте мне, мы были далеко не баранами, потому что у нас очень хорошая была структура обучения, циклическая структура была. и специалисты у нас были топовые, потому что у нас был топовые специалисты везде, Вачаев, Николай Иванович Иванов, Стульпин, серьезные специалисты, это был топ Горного института, что сегодня и сейчас я понятия не имею. И вот как раз примерно через два года в связи с тем, что я пошел на работу на телевидении, почему я пошел на работу на телевидении и просто так вы думаете, что я туда просто пошел на работу? Нет, мне там сказали, что будет квартира. Но правда квартиру я немножко долго ждал, то есть 8 лет я снимал квартиру, а так все было вполне нормально, поэтому на ЧГТРК я зарабатывал 5200 рублей. Может быть, плюс-минус туда-сюда. Но почему я сейчас начинаю говорить, что политика во мне воткнулась, потому что в 96-м году мы поехали уже на выборы. там политика была интересная, то есть я с 96-го года с политикой дружу, как бы мне этого не хотелось, но потом был еще другой человек, который восстановил акции комбината, наконец-таки Виктор Филиппович Крашников это сделал, а я был его личным оператором. Ну, и когда мы были его личными операторами, мы вы сделали, он нам дал возможность использовать станцию нелинейного монтажа. 25 тысяч долларов. Потом она немножко рано или поздно, потому что она работала как суслик, мы купили вторую станцию и опять это также обошлось в 25 тысяч долларов. Суммы были немаленькие, видеокамеру я бы вам продемонстрировал, она тоже была из той же оперы, потому что снимать Виктора Филипповича вчерашнего мы должны были на уникальную видеокамеру. Она у меня сегодня и сейчас есть. Kigami HL390. Есть. Но вопрос возникал о процедуре своего хранения информации. Именно тогда мы хранили все это дело на битокам хотя в принципе уже были другие стандарты, но самый простой был, я вам сейчас объясню. Ну ладно, там у меня есть, есть, есть. Это уже было Hi8. Sony сделал уже цифровое вещание, то есть это уже не было. То есть магнитофон примерно работал, но при переключении он уже не записывал амблитудно-частотную характеристику, он просто писал цифроками. Да, потом мини-диви пошло. Мини-диви это тоже цифровой стример, и не надо говорить, что там что-то прописано. Нет, господа мои. Иногда он осирается, но в отличие от вот этих вот структур, да, я могу его восстановить. Я знаю, как это сделать, поверьте мне. Мало того, как бы, ну, не каждый первый в городе Магнитогорске научился ремонтировать битокам. А я это дело умею. Ну, так случилось. То есть мы сейчас пришли к чему? Мы сейчас пришли к тому, что потихонечку сегодня и сейчас мы перевели все это дело в цифру. То есть если раньше это было 9 гигабайт, то сейчас уже терабайты пошли. Понимаете, да? Это я все проходил, мне не надо сказки рассказывать. Естественный вариант в чем заключается? Естественный вариант заключился в том, что в 2001 году я женился на своей лучшей девушке. Она до сих пор для меня лучшая девушка. Тут даже вопросов нет. Она родила мне моего сына. Я не знаю, о чем идет речь, но тут уже отдельная тема, беседы, это уже наша другая практика. Но я себе закатал свадьбу вот на две такие кассеты. Сейчас этот телефон немножко прибью, ну точнее он сейчас сам вздохнет. Пусть она немножко мурлыкает. Это будет наша жизнь такая будет, ничего сложного, отмурлыкается и закончится. Но потом я уже все это дело перекинул и вы знаете, и вы знаете, чтобы это было все красиво и ровно, я это все дело расклонировал. То бишь не просто где-то в одном месте все это хранится, а это хранится на трех, даже на четырех компьютерах, на всякий случай цифровом варианте. Потому что я знаю, что винты, вот эти наши винты, они осыпаются и осыпаются они гораздо быстрее, обыкновенные видеокассеты. понимаете, да? То есть сегодня сейчас уже вау, вы поставите туда что-то такое навороченное, да, пятое, десятое, там, вот, должно быть красиво, ровно, но через сколько все это дело крякнет. и если вы свои данные храните, я имею ввиду фото, на одном винте, то когда он крякнет, вы просто забудете, что вы когда-то все это дело снимали. Именно поэтому фото данные я храню на двух компьютерах. Один не включается, один включается, но в любом случае это и есть процедура архива. Вот. То есть вы не думайте, что все настолько красиво и ровно, что я вот сохранил, а потом и все, а не укусишь. Вы понимаете, да? То есть при уменьшении размеров страдает время, просто страдает. То есть оно вроде бы много, но как бы-бых, то все приехали. Я не противник этого дела, далеко не противник этого дела. Самое забавное, что через год, вот сейчас я вам покажу, то есть вы все это дело где можете видеть, на моем YouTube-канале. Естественно, поэтому длинные сюжеты, поэтому они с мозгами, поэтому они не стыкованные, в отличие от других стыкованных человеков. У меня все ромально. То есть то, что я для вас рассказываю, это процедура немножко другого характера. то есть вы думаете, что просто так? Нет. Примерно за несколько часов до моего стендапа я все это дело осмысливаю, чтобы вам спокойно и ровно все это дело донести. Но вернувшись к началу сюжета, почему я говорю, что я все это делал для своего сына? Объясняю. как вы думаете, когда первый раз я звонил по сотовому телефону в город Магнитогорск и это было в 1996 году. Ну политика, знаете, все оттуда и пошло. То есть я тогда звонил по сотовому телефону в город Магнитогорск и это было недешевое удовольствие. Но в 1997 году после того, как я съездил в Америку, мне пришлось его купить. Я его естественно купил. Да, это был не топ, естественно, но Сименса хватало. А уже потом, а уже потом все это дело началось немножко по-другому. Во, 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 и самое забавное вот это все, 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 вы видите, То есть это, это, это все были мои телефоны. Я их просто сохранил, но тут проблема в чем заключается? Я не сильный любитель насилия над человеками. Поэтому где-то на 150 тысяч телефонов я их просто немножко потратил. В смысле, когда у меня одна девушка очень хорошая в состоянии и физические, и физические, и симпатичная она, естественно. Вы что, думаете, что, когда я беру девушку, она должна быть плохая? Нет. Я старался сделать так, что визуально вы даже не скажете, сколько ей лет. потому что Тимофеева Святлана это мой труд для вас и мой сын Челейкин Алексей. Это тоже мой труд для вас. Ну, примерно, да, все это дело размолотилось. И когда мне говорят, Лешенька, а ты был дебилом, я говорю, вряд ли я был дебилом. А что это такое? Ну-ка, расскажите мне, что это за телефон? Ну, вы наверняка те, которым сейчас 30 лет, не доезжаете. Так это Nokia 8800. Стоимостью этого телефона тогда еще в топе он стоил 1000 долларов. Не у каждого первого. Может быть, человек 500 в городе Митогорске имели такой телефон. Не так уж и много это было. Вот он есть у меня. Вот он есть у меня. И когда я вам говорю, что я мало платил за телефон, я не мало платил за телефон. Просто сейчас, когда что такое был самый топ нашей жизни? Самый топ нашей жизни это когда было у нас, грубо говоря, 5000 бизнесменов, которые мечтали показать как они живут. А я это им и демонстрировал. Сегодня сейчас этих бизнесменов вниз укатилось даже не в два раза, а в 10 раз. То есть сегодня сейчас бизнесменов всего 500. И некоторые что делают? Некоторые убирают целиком всех товарищей, которые на них работали и сами занимаются продавцами. Клево, И вообще просто вот так вот. То бишь это все есть у меня. У меня есть даже то, что было чуть-чуть позже, естественно. Это новый, естественно, телефон. вот вот это тогда еще было писк. Вот так распирался. Но тогда еще вот этот телефон мне почему нравился? Потому что у него была клавиатура. Я ее специально для себя купил, потому что я знал о чем идет речь. И ходить тыкать даже вот этими стилусами. Вот они здесь находились. То есть раньше на да здесь вот отсюда сейчас возьму стилус. То можно было также заниматься стилусами, да? А здесь надо было вот этим стилусом. Так так тыкать понимаешь. Что не слышали? Я это дело проходил. Поверьте мне. Ну это тогда мне уже не понравилось естественно. А для того чтобы абсолютно нормально что-то дело снимать да 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 я себе просто купил фотоаппарат. Один подарил маме один оставил себе. сейчас еще один купил. Вот вообще навороченное естественно. Вот это есть удовольствие. И вы думаете что я вас снимаю на видеокамеру именно на телефон? Нет бред сивык был. Я вас снимаю на нормальную профессиональную видеокамеру из ряда топа. То есть я немножко понимаю о чем идет речь. И когда мы уже чуть-чуть дальше произошли то есть вот недавно тут еще кое-что есть. я не помню какой-то рабочий нерабочий. Чем мне все это дело не нравится? Чем мне все это дело не нравится? я не очень люблю насилие над собой. Хотя в принципе вы можете там работать и вам чисто что-то даже покажет что вы набрав всего два смс сообщения он покажет что возможно чуть больше другой и вы сможете это делало выбрать но мне это не нравится понимаете самое чего это мне не нравится то что как бы вам сказать я этот сотовый телефон ну есть естественно вы не думайте что мы идиоты вот для чего он мне нужен я его использую для того чтобы снимать кино через квадрокоптеры к сожалению не на каждом квадрокоптеры есть внутренние проблемки вставления туда карты памяти маленькой естественно не у всех и когда я все это дело делаю вы знаете даже как бы вам сказать ну очень интересная фраза у меня вылетает и все немножко не понимают но так она и есть потому что ну случается то есть ты начинаешь снимать а он раз вылетает клевый да клевый красиво не не хочу никогда в жизни это уже отдельная тема и конечно же если бы мы смогли это сделать то я бы взял квадрокоптеры с отдельным блоком управления такие есть естественно то есть не вот этим же билибердой заниматься туда-сюда вы не представляете он вылетает на на вай-фай цепляется и обратно выдает но это уже проблемки возникают тем более недавно тоже посмотрели сложновато на улице снимать потому что улица у нас она тоже забита целиком различными сетями и все то есть лучший вариант конечно это когда идет карта памяти на нее пишется а потом вы пытаетесь все это дело снять но тут маленький возникает вопрос почему вот тут она хранится 30 лет покажу никаких проблем а там она столько дела не хранится у меня знаете сколько флешек уже блызнутые то есть покупаешь покупаешь потом они пых пых причем они пыхаются в гораздо большем количестве в гораздо большем количестве чем винты понимаете да то есть грубо говоря у меня количество флешек блызнутые больше чем винты клевенько да вот и все и когда мне сын начинает рассказывать сказки о том что допустим вот как бы он объяснить то бишь если мы беремся к истокам почему компания Apple делала это была просто конкуренция Билл Гейтсу Билл Гейтс занимался Windows ну и с той же оперой занимались примерно структурой под названием Apple то есть цена была цена еще раз говорю поймите меня внимательно цена была абсолютно нормальной и даже другие структуры они были в цене ровно столько сколько стоил компьютер под названием IBM ну плюс-минус не сильно много но когда все это дело не стану сейчас показывать просто когда я поехал в Индию мы купили планшетник обыкновенный Samsung только планшетник там стоил в три раза дешевле чем у нас здесь то есть вас обманывают вас просто обманывают а вы на это дело ведетесь самая забавная ситуация заключается вот в этой структуре эта структура вот еще одна структура вот эти структуры которые мы покупаем тратим деньги но есть маленький нюанс то есть если допустим я работаю с компьютером все темповые файлы все структурные мои дивные изменения потому что это компьютер для меня для нелинейного монтажа то есть я четко прописываю места где потом четко все это дело уничтожаю я это дело знаю а кто об этом деле знает в природе свою ну не так уж и много людей естественно то бишь вот эти все компьютеры вот эти все типа компьютеры да в них много всякого нехороших вещей которые в природе вы своей не пользуетесь но они тогда записаны понимаешь нас заставляют их покупать потому что все говорят пытайтесь 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 там еще госуслуги вау крутизна сейчас немножко другой вариант расскажу то есть вы поняли да в 2010 году я начал материал то есть это с 2010 года до этого момента мне интернет вообще не нужен был поверьте мне жилось и без него вполне нормально и ровно вот есть компьютер он 2006 года и я не буду говорить что мы самой крутизной начали заниматься поверьте мне мы никогда крутизной не занимались это бред сивой кобылы что мы что-то умели делать в этой жизни нет никакого такого варианта и не было в природе своей вот ну кое-что мы сделали но по отношению к общему количеству игр это один процент из всего количества игр это еще если получится то есть не надо говорить что мы были в топе никогда мы в топе не были я вам неоднократно это дело показывал можете посмотреть ничего сложного и нет вот и все то есть в принципе я спокойненько покупал игры никаких проблем не было они красивые ровные были что сегодня и сейчас вау сегодня и сейчас будет вообще прикольный вариант то бишь два варианта вот телефон и вы не сможете целиком очистить его от той грязи которая вам туда сливается потому что даже если это будет просто телефон подключенный даже если вы никуда не будете залазить ну примерно через год-два он засрется потому что он будет обновляться 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 самый простой вариант самый простой вариант обратить вернуться к настройкам телефона просто все это дело удалить ну вам лучше сохранить естественно ваши данные и все тогда еще будет более менее нормально тогда еще телефон будет живой а так он просто засрется и так же засрется вся эта структура под названием айфоны почему все это делается это бизнес это просто Бизнес, вы должны платить, денежки большие, а разницы, ну разницы, ну никакой в природе своей нету. Есть очень хорошая структура, кстати, все эти телефоны, естественно, и айфоны, и все что угодно из той же оперы, делалось где? Ну где делалось? Ну где делалось? В Китае, естественно, Китай, Вьетнам, это недалеко, если честно, прямая граница у них есть. Вот и все. То есть, ну не надо по ушам втирать, не надо думать, что айфон крутит, это просто ваша возможность вложить в никуда, просто в никуда, свои 150 тысяч рублей. Ну я не знаю, если у вас с деньгами все в порядке, ну вкладывайте, просто я не думал, что все настолько хорошо у 95% населения. Мне так лично кажется, может быть я не прав. Теперь возникает вопрос немножко другой. Почему компьютеры меня сейчас начинали вздрючивать? Объясняю почему. Потому что нормальные игрушки, которые были в природе своей, это еще был компьютер 2006 года. У меня есть компьютер, из того же времени, может быть даже чуть-чуть раньше, который я себе взял после того, как мне сделали операцию, для того, чтобы я реально все это дело посмотрел. И вы даже не представляете, что он до сих пор реально хорошо работает с интернетом. Вот. Что сегодня и сейчас случилось? Сегодня и сейчас случилась криптовалюта. Ох и идиоты. Вы ничего не делаете, но вы нам пытаетесь, подняв цены на видеокарточки, хлопызнуть наше желание что-то сделать красивое. Ну мы хотим играть, да? А в видеокарточки вы их хоп, бабахнули. То есть в принципе компьютер, который вы покупаете за 1000 долларов, но туда надо еще добавить видеокарточку стоимостью, ну примерно, грубо говоря, еще 5000 долларов. Глёво, да, получается? Я просто начинаю смеяться. И я смеюсь, естественно. Поэтому я никуда не торопился, поэтому я просто ждал, ждал, ждал. И дождался в принципе, да? Но вы же этого дела не хотите, вы хотите всех напрячь. Тут возникает вопрос. А папа и ваша мама, которая ничего не своровала в этой жизни, смогут ли вам сразу все это дело купить? Нет, не смогут. Есть люди, которые воруют. Господь Бог им так и сказал, что это вряд ли получится, естественно. Но, но. Вот они могут купить. Не надо вас всех равнять к этим товарищам. Поверьте мне, история Российской Федерации, я уже знаю, о чем идет речь. Как бы вам сказать? Она немножко поменяется, но это будет не сегодня, не сейчас, и не через 10, и не через 20 лет. Они это делают, знают. Вот. Это уже чуть попозже будет, естественно. Но оно так и случится. В данном случае я ничего не буду говорить. Мне это люди сказали, которые работают в Москве, в банковской структуре, они все это дело прекрасно понимают и делают, и знают. То есть тут я ничего придумывать не думаю. Но в связи с тем, что вот эта дивная структура под названием YouTube, давайте сейчас определимся, и мне дополнительный вариант, естественно, дам для тех, кто нам продает интернет. Давайте определимся, что такое интернет, который вам продается. Да ничего такого случилось. Это просто люди залезли по крышам. Ааа, вы не в курсе будете? Ну так ради прикола. То есть я не сильно люблю небо расчерченное, потому что мне в свое время Гюмбервер сказал, Леш, делай так, чтобы на небе не было ничего. Это небо. А у нас оно все расчерченное. То есть что это делается? Это у нас сетки. Вокруг города, сам город зацеплено, ну примерно 5-6 сеток. То есть люди спокойненько перекидывают все это дело естественное. Либо ночью, когда можно перекинуть все это дело спокойно. Либо в другом варианте. То есть у нас все небо. Ну посмотрите, если вы увидите кусочек неба пустой, без, то это еще хорошо. А так они по сути событий все это... Ладно, Магнитогорж город маленький, да? Но по сути событий уже все это сделано. Это жизнь. И больше ничего. Больше они не делают ничего. Но при этом они с нас пытаются сдернуть бабосы. За что? Вот место. Ютуб. По сути событий Ютуб это абсолютно бесплатная структура. Потому что когда люди хотят, они заключают договор с Ютубом, платят Ютубу деньги. Если, допустим, Каменный Клаб вы хотите посмотреть, то там четко человек проплатил бабки именно туда. Хотя в некоторых событиях при небольшом количестве есть отдельные вещи, которые сами рекламируются. Такая ситуация есть. Но Ютуб для нас абсолютно бесплатен. Хотя надо сказать, что сам Ютуб, это не просто структура, это топовая структура, у которых огромное количество видеоинформации. И тут возникает вопрос. Если мы говорим про сам Ютуб, почему на меня начать на это наезжать? Потому что видеоряд. Я говорю, ребят, видеоряд у меня оригинальный. Я никогда чужого не использую в природе своей. Либо, если я что-то беру, я убираю целиком вопрос по названию, процедура моего получения денег от моих сюжетов. Я сразу говорю, нет. Именно поэтому вы можете недавние материалы посмотреть. КПРФ, стейдж номер 48. И правду про интернет. Там все работает красиво и ровно. Там все показано. Я ничего не буду говорить, это я сделал. Даже вопросов нет. Сам бесплатен. Есть еще одна очень хорошая страничка, которая абсолютно бесплатна, называется Википедия. Но в связи с тем, что страничка Википедия, она на английском языке, то бишь, мы говорим о чем? О том, что как бы в основном это все из разряда. Сама структура под названием интернет, это все-таки американская структура. И когда нам начинают втирать, вы заплатите деньги для подключения к чему-то, что такое к чему-то? Для чего я должен вам, мерзким товарищам, платить денежки свои? Вы что, для меня что-то сделали? Вы ничего не сделали. Но вы же хотите денежку, 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 денежку. И вообще-то есть несколько стран, где интернет абсолютно бесплатный. Если вы сильно-сильно хотите, за тысячу долларов вы можете себе купить, ну это скорее всего будет подешевлее, старый линк. То есть один раз заплатили и забыли, потому что спутники висят и все. Ну у нас почему-то все это дело в ауте, но хотя, хотя, хотя в принципе можно и подешевле купить. И вот разочек положили, то есть нету никакой структуры под названием я вам что-то в дом заведу через интернет. Все напрямую качается, все напрямую качается. Посмотрите внимательно, когда у вас будет, допустим, небо чистенькое зимой или ночью. А ладно, ночью-ночью, прошу прощения. Ночью, посмотрите, получается спутники один за одним летят. Это и есть структура под названием старлинк. То есть рано или поздно они будут в определенной точке проходить и вот эта приспособа под названием тарелка, она будет просто качать сигнал. То есть спутник проходит, там промежуток времени не сильно крутой. То есть для переключения там ему надо, грубо говоря, там секунду, ну две. Пока вы просто вбиваете, он сразу на другое переключится. Это клево, ну молодец, тут грамотно сделано все. Естественно, это будет абсолютно бесплатный интернет. А дальше, дальше это проблема уже структуры, которая вам это дело демонстрирует. Именно поэтому, к сожалению, от Магинфо я скоро уйду. Потому что мне это дело не понравилось. Потому что Магинфо, которая ТТК, внедряет те вещи, к которым я даже не подписывался. Понимаете? Ну с чего вы прилетели и с чего я вам должен деньги платить? Не буду и все. Переключу на другой сигнал. То есть ко мне придется оптоволоконная связь. Да, там правда соотношение уровня будет немножко больше, чем 100. А будет 300 мегабит в секунду. Или килобит, я уж не помню. Не буду вас грузить, естественно. И все. Но цена будет на 50 рублей дешевле. Что я вам и говорю. То есть, как бы вам сказать, есть товарищи, которые нас везде натягивают. Нас везде натягивают, как правило, все эти дивные магазины. Нас везде натягивают еще одна структура весьма интересная, да. То есть вы думаете, что человек бесконечен? Ну, поверьте мне, человек далеко не бесконечен. И вас очень сильно натягивают товарищи под названием аптеки. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я лично трачу деньги на лекарства. Ну, мне деваться-то никуда не приходится, поверьте мне. Но вот эти же лекарства, которые у нас здесь стоят, они в десятки раз дешевле стоят в структуре под названием Индия. Не в курсе событий? Так вы смутайтесь, да посмотрите. То есть там азитромицин, азит 500, он там продается для тех, у кого проблемы с... Ну, они там... Вы думаете, что никто нигде не болеет, так же все и всюду болеют, естественно. Ну, это для легких. То есть если кашель начинается, вот вы его... То есть там-то он бесплатен, а у нас за деньги. То есть вы еще должны сказать, что вам кто-то должен сказать вау-вау-вау-вау-вау-вау, и только потом. Да у нас такой чебатухи везде хватает. Я не знаю, может быть, вам это дело нравится, мне не нравится. Ну, мне не нравятся эти вещи, понимаете. Я ненавижу, когда меня начинают обманывать. Я всю жизнь мечтал и думал, что рано или поздно я буду делать все для людей. Я до сих пор это делаю для людей, потому что я люблю вас. Я не люблю вот этих свиноподобных мерзостей, которые везде и всюду есть. Не хочу и не буду это делать. Потому что жизнь моя — это работа именно для вас, а не для себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!